Привет! Это онлайн-школа итальянского линго, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст, где звучит настоящий, живой итальянский. В прошлый раз я уже пытался пояснить, что здесь происходит, в этот раз все тоже не совсем по плану, но я лично этому очень даже рад. Когда мы думали о том, как будем делать этот подкаст, мы сразу решили, что смысл сказанного будет менее важным, а главная ценность как раз в том, чтобы слышать живую итальянскую речь. А с субтитрами эта самая ценность еще больше возрастет, и мы получим весьма годный полезный контент. Вот такой был план. Но когда мы начали его записывать, выяснилось, что истории, которыми делятся наши коллеги итальянцы, на самом деле очень такие живые и личные, и мне это очень нравится. Сегодня я хочу познакомить вас с Массимом, я попросил его немного рассказать о себе, на итальянском, конечно. Если вы слушаете подкаст на нашем YouTube канале, вы можете видеть перевод на русский и найти оригинальный текст на итальянском. На других платформах ищите оригинальный текст и перевод в описании эпизода. Привет, Сергея, привет, я вас зовут Массимом. Я хочу рассказать вам немного о себе. Я хочу сказать, что я наступил в Пьемонте, я начинал школу в Пьемонте, мы перешли потом в городе моей маме, в Лигуре, в районе Савона. Компания, в работе с меня мы высканировали, у меня отец, у меня в пьем, в магазинах, в магазине, в магазине, в пьем, в магазине, в магазине, вinski, в туристы, в туристы-туристы-тедедские, и я не понимал ничего, потому что я не мог бы ни разу. В будущем пришел французский, потому что я университет и университет, потому что я университет и учился с французским, как язык странный язык. Что очень позитивно, я работал и живу, и я в связи с днём, каждый день, с днём, то мне очень понравилось, потому что это было новое, каждый день. В нём, в Институте, мой зимой, потому что я не сказал, мой зимой был argentин, и поэтому, когда мы были созданы в годы, в дитутатуре, в генерале и в аргентине, где, аиме, у них были проблемы для университетов, то есть все люди, которые были спарены. Он был уничтожен, и он был уничтожен, и он был уничтожен. И, благодаря ему, я учился хорошо по-настоящему спагнолу. Поэтому я находил две страны, французский и спагнол. Спагнол, я думаю, что мне помогло еще больше, потому что это было для меня, для меня музыка, это было так, что я сделал, в школе, в школе, в школе, в школе, что в школе, что занимает друг с другой работы, в моей желте продолжava поставить, как первая игра, в мемисе всегда, музыка, что, для меня, было наше питание. Но, с вами, возможно, возможно, или не происходит, но, для меня, было наше основное, то, что у меня было, что всегда, и в continuación, потому что я вставил с гитарой, начинал школу, и прежде всего в школе, в школе, я вставил с гитарой, что у меня это инструмент, но я не знаю, но я вставил с гитарой, но я вставил с гитарой. И тогда моя мама, я взяла фусты, и они были фусты, когда я чувствовала, где я чувствовала, где я чувствовала, Ромними, один маленький, один маленький, один маленький и один дешевый,, один low, один старый, один маленький, и весело как у себя, как у меня тепло. Там я бы связал на великолепный пистолет! BECAUSE СМЕХ НАТО СМЕХ ДАТО СМЕХ МИА МАДРЕ СИДЕЙСЕ ДОВЕva КОМПРАРМИ УНА БАТТЕРИА ВЕРА ПЕЧЕ НОНЕРА ПОССИБЛЕ Я ПРЕДЕВО, РУБАВО ТУТИ ТУТО ОЛТО И ДЕТЕРСИВО ДЕЛА ЛАВАТРИЦИ ДЕЛА МАЧНАЯ ПРАРАЕ И МИА МАДРЕ МИА МАДРЕ РИМАНЕВА СЕТЯ ДЕТЕРСИВО senza piatti e posate forchette coltelli tutto prendevo mia madre allora mia madre disse a mio padre che doveva comprarmi assolutamente una batteria mio padre disse meno male come che ci togliamo questo questa casa di matti perché almeno la batteria la mettiamo dall'altro l'ultima stanza in fondo così non darà fastidio a nessuno mi hanno chiuso dentro quella quella stanza e io suonavo tutti i giorni ero piccolo piccolo e tutti i giorni suonavo con questa mia piccola batteria bom 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 tutto il giorno insomma poi iniziai a suonare più seriamente con il gruppo poi più avanti iniziai ad entrare anche nella sfera musicale lavorai lavorare in radio tre anni avevamo un programma radiofonico io lavorai tre anni in questa radio poi usci dalla radio e iniziai a fare il mio percorso musicale professionale con persone importanti con artisti che in quel periodo erano artisti molto conosciuti può essere francesco bacini a quell'epoca nel 1991 92 nel 96 97 con mario lavezzi che fu anche l'autore di alcuni pezzi per loredana bertè insomma insomma personaggi conosciuti quindi facendo qualche concerto qualche concerto con loro qualche concerto insieme al mio gruppo e i pezzi iniziai a scrivere però per anche per altre persone anche per rita pavone anche per personaggi molto 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 conosciuti come umberto tozzi che di torino come me che conosco bene perché ci ogni tanto ci incontravamo al bar a prenderci un caffè insieme quindi ho collaborato con lui ho collaborato con mario lavezzi ho collaborato con bacini con i nomadi un vecchio gruppo italiano ea quel a quel tempo prima che sfortunatamente venne venne poi a mancare il cantante comunque augusto augusto fu il cantante diciamo quello che quello più rappresentativo del gruppo diciamo ecco ecco la mia storia com'è andata è andata così fin quando non non usci dalla dalla sfera musicale e mi trasferì in un'altra in un'altra nazione quindi andai via dall'italia lasciando lasciando quello che quello che non avevo più perché insomma poi non le cose sono andati in altro in altro modo è questa è la mia diciamo storia musicale lavorativa un po alla prossima probabilmente mi inventerò adesso mi inventerò non che mi inventerò non è giusto mi inventerò perché le storie sono storie mie sono storie reali storie vere quindi penserò a qualche altro a qualche altra storia che mi che magari mi è successa quando ero più giovane vi racconterò sicuramente in futuro надеюсь история massimo вам понравилась так же как и мне мой младший сын тоже барабанит по кастрюлям как massimo в детстве но решение купить ему настоящую барабанную установку чтобы решить эту проблему пока мне кажется слишком смелый идей итак вы слушали подкаст живой итальянский ищите нас во всех соцсетях по тому же хэштегу живой итальянский слитно будем благодарны за оценки и отзывы в apple подкаст и на всех других платформах мы услышимся как и договаривать следующий четный понедельник а на сегодня все апреста